Всем доброго вечера, дорогие друзья! Мы с вами врываемся в прямой эфир и сегодня будем смотреть на Ньянг Чемпионшип Сезон 2. Наконец-то у нас стартует в рамках этого турнира европейская квалификация. Двумя днями ранее мы наблюдали с вами окончание американской квалификации, где, напомню, выиграли Digital House. Буквально позавчера и вчера мы с вами смотрели за SEA квалификации, эта квалификация все еще продолжается. И вот с сегодняшнего дня, именно с этого момента, стартует квалификация европейская. Здесь будут представлены нам 8 команд, разделенные на 2 группы по 4, соответственно, коллектива. Ну и будут сражаться они за выход в плей-офф с каждой группой по одной команде, получается. И там потом две эти команды будут друг с другом играть непосредственно за слот на ландфинал. Напомню, что призовый фонд этого турнира составляет 200 тысяч долларов США, ровно так же, как и первый сезон этого турнира. Пройдет он в замечательном городе Шанхай, где вот только совсем недавно закончился шанхайский мейджор, соответственно. Ну и пройдет он в июле месяце, с 6 по 10 число. Вот, напомню также, что вот прямой инвайт на этот турнир получили Newbie, Team Secret, EG, Fnatic. Как я уже говорил, Digital House выиграли свою американскую квалификацию. Ну посмотрим, как у нас будет проходить самая европейская квалификация. А в той группе, которую вы сейчас видите, собственно, помимо Empire и Polarity, которые сейчас будут играть на ваших экранах, будут также катать Vega Squadron и Rebels. В параллельной группе у нас будут играть Team Spirit, No Digity, Adfinnum и Virtus.pro. Вот такие вот 8 замечательных коллективов будут представлять европейский регион в рамках данной квалификации. Ну, формат проведения, в общем-то, стандартный, довольно-таки. В группе будет плей-офф, ну такой, как плей-офф обычный у нас бывает, да, то есть GSL-система, верхняя сетка, нижняя сетка. Вот, поэтому будет проходить на довольно уверенном таком интересном темпе. Ну и матчей, естественно, которые ничего не решают, здесь тоже не будет. Сегодня смотрим один матч Empire против Polarity. Кстати, завтра будет у нас, естественно, 3 игры целых в рамках данной группы. Ну, об этом немного попозже. Итак, Polarity Empire. Канал, я думаю, вы знаете наш на Твиче, да, twitch.tvsl.ruhap. При этом также можно смотреть и DotaTV эти матчи, поэтому устраивайтесь поудобнее, настраивайтесь на довольно интересные игры. Итак, Best of 3, первая карта Polarity, Radiant, Dire Empire. Уже довольно активные ребята разбирают себе своих героев. Давайте посмотрим, что у нас здесь уже произошло. Это Phoenix Dragon Knight от Polarity. Team Empire добирают себе Тарксира, Найт Сталкера и Леона. Ну что ж, весело, задорно. В принципе, всех этих героев мы довольно часто с вами наблюдали в последнее время в рамках всего Dota мира, да. Сейчас в каждом регионе такие герои в себе разбирают. Посмотрим, как пойдет. Ну, вот, кстати говоря, вот очень интересно, тут у Polarity появился Dragon Knight. В последних пяти картах ребята из Polarity катают на этом ДК, в частности, вот, а скандал. А, точнее, Афонин же, извините, вот пока у него 3-2 на этом герое в последних пяти играх. Где-то получается, где-то не особо добирает себе еще и Джакиро. Ну, и тем самым довольно серьезно усиливают пуш-потенциал, в принципе, своего пика, да. У них есть Джакиро с Liquid Fire, у них будет Dragon Knight под формой. В целом неплохо. Ну, и замес 5 на 5 тоже выглядит должен будет хорошо. Прогнает в качестве либо инициатора танка такого. Феникс и Джакиро будут выдавать весь демодж, который только у них имеется. Выглядеть неплохо. Тем временем у Team Empire, конечно, задел на очень хорошие линии. Посмотрите, да, Darkseer, Night Stalker. Табла, скорее всего, будет находиться где-то на харде. Ну, впоследствии, там, Night Stalker возьмет себе левел. Четвертая минута, ночь, прибежит к Таксиру, тут накинет для него щит. И будут они там разваливать какого-то керри или суппортов. Леон у нас будет на легкой линии суппортить какого-то керри. Ну, и Death Profit пойдет в мид, соответственно, уже в руках скандала. Пока такой расклад. Ждем четвертый пик от Polarity. Ну, если, опять-таки, убудается немножечко в историю этих двух команд. Вообще, вот освежить память, что с ними происходило в последнее время. Чего они добивались, чего они добивались. Стоит отметить, что Team Empire выиграли ту самую заветную квалификацию на Manila Major. Их совсем скоро мы с вами увидим уже в начале июня. Непосредственно самой Manila будут ребята презентовать фактически европейский регион. Будут они выступать там. Так что, во-первых, их поздравляем. Во-вторых, пожелаем, конечно же, удачи. Ну, и стоит также отметить, что после того самого триумфа на европейской квалификации к Manila Major Team Empire нигде не играли. Они просто взяли себе отпуск, такой небольшой отдых на две недели буквально. Официальных игр у них не было. Ну, либо тренировались, либо просто занимался кто чем. Так что, это их, получается, первая игра после довольно-таки продолжительного периода отдыха. Что касается Polarity, Polarity наоборот. Активно катали, участвовали во всех возможных квалификациях. Но результаты их оставляет желать лучшего. Все-таки они проиграли квалу на Major, соответственно, это было. Да, потом на Summit вылетели тоже в первой же фазе. На StarLadder проиграли групповую стадию. Не вышли. Ну, и вот все, что у них осталось, это на Nyang. Попытка выйти именно туда. Посмотрим, получится или не получится. Так, Рейс Кинг, тем временем, от Polarity заходит пиком четвертым. Ждем, чем же ответит у нас Team Empire в последней стадии драфта. Пока убирают Бэтрайдера, минус Sven. Все, в принципе, логично. Last pick. Last pick. Polarity, закрывающий пик будет Team Empire. Ну, в целом, не сказать, что кто-то кого-то здесь удивляет. То есть, все очень даже дефолтно для обеих команд. Вот, мы говорили о том, что Dragon Knight всегда турный герой для Афонина, да. И остальные персонажи тоже довольно часто в пике в Polarity бывали. Ровно тоже так же, можно сказать, и про Team Empire. Автолайф, который на Dark City там катает чуть ли не через каждую карту, в общем-то, постоянно его использует. Night Stalker, Леон, у нас из Меты, в принципе, никогда не выходили, поэтому эти героев мы тоже видели довольно часто. В частности, конечно, хочется отметить отдельно Кингера на Леоне. Имеет очень хороший винрейт на этом персонаже. Наравне с Дисраптором пикают этого героя прям очень-очень часто. Для Кингера, для Рената. Так что, сигнатурочек, сигнатурочек разбирают обе команды. Ну что, хотел бы также обратить ваше внимание еще и на то, кто драфтит у Polarity сейчас. Это Фобос взял себе пик, судя по коронке, которая вот у него есть на аватарке. Напомню, что до этого пикал у них Лил. Ну, видимо, вот с приходом Флая немного сменились приоритеты, расстановки, кто руководит коллективом, кто драфтит. Может быть, это, конечно, одну карту только, но кто его знает. Вот спиритбрекера себе добрали ласт пиком. Интересно. Ну и лайфстиллер, особо не думая, допикивается к Team Empire. Отлично. Укомплектованы составы на первую карту, значит, будем смотреть за игрой. Ну и, конечно, ребят, хочется узнать в первую очередь о том, как вы думаете, кто же победит в рамках данной встречи. Очевидно, конечно, что Team Empire по последним результатам является безоговорочными фаворитами в рамках данного матча. Ну, может быть, а даже не может быть, а я уверен, что у фанатов Polarity здесь точно в чатике найдется. Поэтому заходите в Twitter, заходите в ВКонтакте. Как там я в паблике, голосовалку создал в Twitter, можете просто писать, за кого будете палить. Ну и будем смотреть за первой картой. Итак, Polarity. Lil сыграет на Фениксе, через TP сразу перемещается на топ-руну. Постарается быстро завардить, да так, чтобы противник не обнаружил. Пока получается вполне успешно. Здесь Фобос будет на спиритбрекере в сложный стоять. Афонин, конечно же, взял себе своего синатурного Драгон Найта. Флай сыграет на суппорт Жакира. Ну и керировать будет Паша на Рейскинге. Вот такой вот у нас лайнап получается. Ну и Эмпайр. Автолайв взял себе Тарксира в сложную. Скандал Мит на Деспрофит. Мипошка будет Ром Мит на Найт Сталкере. Кингер, конечно же, на Сигнатурном Леоне. Ну и керировать будет Рам Зес на Лайфтиллере. Ну что ж, пока вроде все спокойно, все понятно. По закупам тоже ничего сверх неординарного мы не видим. Единственное, что хочется отметить, то что Драгон Найт решился пофармить на центральном коридоре. Взял себе Квилинг Блейд. Ну да, откровенно говоря, конечно, против Деспрофит будет стоять неприятно. Ну, мало того, что тут милишник против Рейнджевичка, так при всем при этом еще и Деспрофит обилки такие суперкрутые. Против милишников она стоит очень уверена. Поэтому Драгон Найту без Квилинг Блейда, конечно, на линии делать нечего. Таким вот образом стараться как-то вот по Крепстату не отставать. Получится или не получится, уже, конечно, вопрос другой. Ну и что ж, контрольца будет топ-руны. Причем сюда смещаются абсолютно все и Эмпайр, и Полярити. И в итоге Полярити понимают, да, что здесь, скорее всего, драку они не выиграют. Решили уступить руну для скандала. Ну а снизу в итоге вынужден забирать Рейс Кинг. По итогу Драгон Найт остается без баунти-руны. Вдвойне, конечно, неприятно. То есть Секспойт и Чёрт с ней, а вот деньги, деньги сейчас этому Драгон Найту очень нужны. Конечно, такому Драгон Найту в первую очередь нужно покупать себе ранний ботл, чтобы с помощью Брэсфайра помогать себе Крепстатить. Но быстрого ботл, судя по всему, не будет. А может и будет, если вдруг Афонину удастся там кучу крипов поубивать. Конечно, поначалу будет помогать Лил, без этого вообще никак, то есть скандал в соло, конечно, Афонина просто перед ногами вынесет. Поэтому Лил здесь необходим. Но Каб стоит, поможет. Поскольку сможет. Так, снизу там интересная очень драка получается. Автолайф здесь встрял, решил развениваться по ХП. Да, не очень-то круто получилось, потому что тут Паша выжил. Джакиру, естественно, тоже. И на двоих они фраг поделили, сделали довольно быстрый ферстбат. Ну и Паша-то как начинает, здорово, да? Баунтиру, ну ему оставили первую. Замечательно, ферстбат подарили, круто. Ты и фрифармить он сейчас будет? Есть, конечно, определенные такие моменты, неприятные с вот именно Айншелами. Против милишников это жутко смотрится. Ну, Паших и Паригена вроде как должно хватать за счет тангосиков. Взял себе вампирикауру еще, так что с крипами должен справляться. Так что у нас на топлине давайте тоже посмотрим. Пройдемся, Фобос здесь. Линни довольно серьезно подпушилась. Он получил здесь три крипа, Сибил его второй, все в порядке. Ну вот сейчас крипы идут под тавер. Еще Кингер делает отводы. Поэтому и Леонс с Найксом тоже свое будет иметь. Ну и вот он Найт Сталкер. Вот он тот персонаж, от которого я жду более всего, наверное, активности на первых 10 минутах игры. Ибо он с получением, ну, во-первых, конечно, сапога. Во-вторых, конечно, 4-го, 4-й минуты должен активно перемещаться по карте, гангать. И создавать, конечно же, спейс для своего коллектива, для своих кор-героев. Ну, пока рано. Пока только вторая минута, пока даже сапога еще нет. С помощью Арнталона пытается уфармливать себе крипов. Получается, видимо, не дурно совсем. Так, заход от Леона. Есть в обсервер Вард, поэтому все прекрасно видит здесь Афонин. Ну, при этом он также понимает, что вновь его оставляют без руны. Регенерация бы сейчас, конечно, очень была нужна. Ну, да ладно, на боту он себе уже смог нафармить, поэтому в целом доволен, должен быть он. По крипстату, видимо, 11 на 4, даже больше, чем у скандала. Так что линию он свою достойно отстоял. Снизу пытка снова убить Автолайфа. Снова он разменивался по хп и пытался убить двоих. Ну, или хотя бы того Джокиру. В итоге не получается не забрать никого. Приходит сюда Лил и просто-напросто его убивают. Самонадеянно играет довольно-таки Автолайф. Кто-то скажет, фидит. Я скажу, что пытается каким-то образом он удерживать суппортов на этой линии. То есть, соответственно, немножко ослабляется линия центрального полярити и топ-линия, где там комфортно чувствует себя на X. То есть, вот таким вот активными своими действиями, может быть, несколько такими слишком резкими, он все же пытается как-то помочь своим корам. Но желательно, конечно, не умирать. То есть, активность с активностью. Но вот если ты будешь здесь держать суппортов при Рейс Кинге и при этом не умирать, то будет двойне полезно. Но пока две смерти. Да и в целом, я думаю, Автолайф-то не особо сильно и тревожится по этому поводу. 12 крипов он имеет, левел 4-й скоро будет и 4-й уровень уже. Купит себе Soul Ring, сапог, да, и вот этих вот ранних отдач. Ну, они, в принципе, наверное, не особо скажутся на его нетворцы, конечно. Так, на Кегара попытку атаковать. Подкопал удачно двоих, Фобос идет до конца. Прилетает еще и Феникс по Джокинге, пытается в Учхелингселд жить хоть как-то на развороте. Фобос слишком много времени теряет, там убивая этого самого Леона под Тауэром. И сможешь ли уйти? Хороший разгон. 30 хп у него осталось и не добивает Рамзес, не добивает Тауэр. Очень качественно, очень удачно. Сейчас, конечно, перемещаются суппорта в Полярити. Три фрага они организовали. Плюс, конечно, Фобос играл здесь крайне активно и крайне опасно, конечно. Но при этом результативно. Получает себе ассист. Но и Феникса тоже все хорошо. Да, 3-0. Полярити и пока смотрится очень-очень даже неплохо. Но, мы с вами видим пятую минуту, а значит, что Найт Сталкер начинает активизироваться. На 2 вкачал он пассивку, что интересно, но вот как мне кажется, все же надо на четвертом уровне иметь Сайленс на единичку. Это очень сильно помогает делать ганги, а именно этим собирается заниматься Найт Сталкер. Все же затыкать противника, причем Сайленс вот по кровам ночи он увеличивает свою продолжительность. Посмотрим, спирит сифон пошел, есть ввод, помогает, конечно, Феникса, ФТП. Афони ночью серьезно страдает, отстанивается Найт Сталкер, приходит Флай. Хорошая, айс послужит на скандал, скандал поднимается на хайграун, ты понимаешь, что тут три героя, хотя на флай, развернулись флай, пытаются забрать флай, флай, большие проблемы, флай погибает. Выживали скандал, сви-пошка, здесь большой вопрос, скандал вроде бы уходит у них дабл дэм, что развороте может немножко помочь, Найт Сталкер уже погиб. Еще пару ударов, только сейчас смещается автолайф, но чем он сможет помочь? Нечем помогать, у него нет вакуума, добежать до противника он быстро тоже не смог. И по итогу получился разбин один в один. Ну, результативный ли это первый выход был, вопрос, скорее да, чем нет, потому что скандал фраг заработал все же. Какой-то определенный плюс он получил. Что смущает только, это то, что Найт Сталкер часть своей ночи будет тратить проведение в таверне. На скандал, на развороте, разгон, снова подкоп пошел. Как же этот Санрей пробивает-то скандала? Ну, он вроде как будет жить, а фонин пытается идти до конца, знает, что появится брасфайр, пытался угадать, стал в кусты этот самый брасфайр, но скандал ушел в другую сторону. Не подставился. По итогу килл здесь сделать не удалось, но скандала прогнали на базу Ригенец. Ну что ж, активничает, активничает, топи, команды поначалу давили полярити, теперь вперед идет Эмпайр, вот он Мипошка, снова на острие атаки, с автолайфом комбинирует себя, раскидывается и самая эншелла, об этом мы с вами и говорили, потрясающая табла получается, ну и смогут ли кого-то убить? Тяжело. Рискинг все-таки не самый мягкий герой, имеет тысячу здоровья. Джакиро тоже труднопробиваемый парень, и вот так вот подтягивается вновь Лил, снова Санрей, и Мипошка погибла. Вторая смерть за первую ночь, это слишком много. Нам седьмая минута, осталось лишь полторы минутки до окончания первой ночи, а он так и бегает в своем четвертом уровне. Ну вот, не знаю, нужен Саленс. То есть, я бы не сказал, что конкретно в данном варианте как-то вот, может быть, зарешал, этот Саленс позволил ему жить, но, как мне кажется, шансов поубивать и выживать было бы побольше. Ну, вторая пассивка, конечно, тоже штука классная. Но Саленс нужен, без Саленса вообще никак. 5-1, седьмая минута встречи. Смотрим, что будет происходить дальше. Ну, вот полярицы пока имеют, ну, такое небольшое превосходство, 500 голды на команду, это очень мало, по экспириенсу имперцев чуть получше. В целом, все самое интересное еще впереди. Флай. Стоит, охраняет жизнь Рейс Кинг, у Паш появляется реинкарнация, все в порядке, левел 6, с учетом того, что у него здесь есть плейдов атак, скорее всего, это будет армлет. Такой дефолтный айтем билд, без Медас играет. Так, что же касается Найкса, у него перчатка. И Мэджик Вон сейчас будет приобретен. Посмотрим, какой артефакт он выйдет. Ну, возможно, тоже в армлет. Флай, флай, флай. Левел 4. Ну, вообще, Флай, как вы знаете, не так давно влился вот этот самый коллектив Polarity. С 13-го числа, если я не ошибаюсь, этого месяца он выступает за эту команду. Провел, получается, 3 матча всего, из которых они выиграли только один против Веги. Проиграли против Бродмазерс и против команды Ребелс. Ну, пока, опять же, команда с появлением новой игрока только ищет свой стиль. Ищет свои сильные стороны, пытается усилить слабые. Поэтому результат говорить, конечно, рано. Ну, пока вроде исполняет рамках данной карты, флай, неплохо. Все же мы знаем, что флай у нас сторожил. Причем не только доты 2, а доты в целом. В первой доте он очень много катал. В различных коллективах побывал. Поэтому подстроиться под четверку каких-то таких сильных ребят он, думаю, сможет. Вообще, лично я, когда вот увидел тот самый трансфер, когда сменили Женю на флая, подумал, что вот флая взяли кратски для того, чтобы он капитанил. Его опыта вполне бы хватало. И пикать героев, и будучи героем пятой позиции, руководить коллективом, координировать их. Ну, пока вроде флай этим не занимается. Флай просто отрабатывает свою роль. Посмотрим. Может быть, вот флай потом на капитана пересядет. И мне казалось бы, это был бы неплохим таким со стороны полярец. Подуспокоился играть со временем. Ничего не происходит. Девятая минута, 5-1 по-прежнему счет. Все фармят. Всех все устраивает. Ну, а почему бы и нет? Конечно, сейчас, пока ночь следующая не началась, мипошка не так активен. Хоть и есть даркность. То есть он старается, опять-таки, подфармить. Взял себе левел 6, по-прежнему играет без фира. Поэтому Эмпайр не настолько серьезно сейчас готовы нападать. Но вот полярецы, например, могут. Почему могут? Потому что у Афонина есть драгон-форма. При этой драгон-форме, конечно, хочется, помимо того, что... Так, атака у нас на фол от Фобоса пошла. Снезер страйка. Рейдж. И спокойно уходит Элион или Найкс. Так вот, с этой формы хочется, конечно, куда-то переместиться. Сделать какое-то ТП. Вот, вот, вот сейчас они делали ТП. Возможно, хотели сделать фраг, потом использовать форму и снести тавр. Это такой самый обычный плей-стайл от Драгон-майта. Но не вышло в этот раз. И на Афонина будет атака Афонин. Прожимает форму, разворачивается. Но очень-очень больно пробивает его спирит сифон. И ставится пауза. Так, выживет ли здесь ДК? Вот вопрос. Вопрос на миллион. Но, по идее, не должен. То есть, если даже сейчас спирит сифон, он как-то оторвется. Стоими пашка через 4 секунд накроет его очередным войдом и убьет. Вот у Афонина, хотя вы знаете, рейндроп имеется, есть ботал, где-то отпиться. Можно будет сам по себе Драгон-майта, довольно толстый. Но нет, здесь вообще никак не вышло, потому что еще и Рамзес накрывает с другой стороны. То есть, вот в этом промежутке. Камера у меня тут уводится в лево-право. Вот в этом промежутке получается. Почему не у курисовый? Ну, вы поняли. Вот здесь можно просто-напросто Драгон-майта застопорить. Найк с этой стороны придет, с этой стороны будут ими пашками с каналом давить. Так что, скорее всего, здесь Драгон-майта все же не выжить. Плющили он подтягивается, видим совсем-совсем рядом. Ну, лилл-эвл 4, Фобос хоть и 6, но вряд ли не успеют помочь. Вряд ли они смогут, и вряд ли они вообще будут это делать. Так что, скорее всего, мы увидим с вами второй килл от Эмпайр. Да, пока не очень-то удачно получается реализовывать Драгон-форму от Афонина. Товара все стоят на месте у имперцев. Сейчас он отправится в таверну, какое-то время там будет проводить, соответственно, форма будет тратиться. Нужно будет ждать новый кулдаун. Ну, так себе. С другой стороны, пока остается спейс для Паши. Паша-то чувствует себя по-прежнему хорошо. 2-0-2, вот такой вот старт у Рейс Кинга. Классный. Купил себе Хэлм и Файн Вилл. Ну да, это будет Армлет. Катафонинский Хэлм. Кстати, Клая тоже в Армит, скорее всего, выйдет. Ну, ждем. Ждем, 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 ждем. Ну что ж, пока пауза, ребят. Есть возможность у нас такой небольшой интерактивчик устроить, поэтому, опять-таки, активнее пишите ваши вопросы, какие-то интересные замечания в Твиттер или паблик ВКонтакте. Буду с вами общаться. Напомню также, что параллельно Рухап у нас работает вовсю. Посмотрим, на, Вайн убивает. На, очень быстро его забрали, без каких-либо проблем. Иду дальше. Иду дальше ловить Лила. Лил пытается здесь спяться. Смотрим Туман Войны. Видно, Лил нашел его Рамзес. Пытается улететь. Лил тп-аут юзает. И... На, сбить здесь нечем. Ипошка была далековато. Убегает. Убегает Лил. А снизу? Опытка атаковать автолайфа. До конца идет Фобос. Есть Незерстрайк. Паша тоже ускоряется. Тп сюда. На, они решили слишком далеко идти. Слишком глубоко могли залезть под Тир-2. Это могло бы кончиться не самым удачным образом. А, ребята, исполярить. Но разве это ускоряется под Сюрджом? Первого уровня прокачки Open Bounce. Поэтому сцепить не получится. Ну так, отвечают. Отвечают и огрызаются. И вот, продолжим свою мысль. У нас в параллельном. Рухап транслирует также и Dream League. Сегодня не забывайте. На хитбоксе идет трансляция. Смотрите. Там, Na'Vi играют. Суджи. Очень интересный матч. Или это интересно, и то интересно. Все интересно. Так, довольно быстро Джокеру разобрали. Присубивает Рейс Кинга. Пока лишили его реинкарнации. Я отходит. 3-5. Пока так. Так, вот Паше нужно сейчас держаться крайне аккуратно. Потому что 240 секунд. Без возможности, опять-таки, потратить свой ультимейт. Реинкарнироваться. Ну, слушайте. Незерстрайк в Афоне. Ну, стан на станом. Конечно, немного не по таймингу. Но, тем не менее, прокаст хватило, чтобы слить Тарксира. И вот здесь, конечно, Найкс с Тарксиром немного. Немного обнагрели. Слишком далеко полезли. Отдают килл. Отдают его Драгон Найту. Что тоже довольно классно. Плюс у Драгон Найта сейчас форма откатится. Можно попытаться и тавер подпушить. Флай готов. Третий Liquid Fire. Да, и тавер они 100% должны сносить. Будут ли пытаться дефить как-то Эмпайр? Давайте посмотрим. ТП-шки вроде имеется. Тарксир тоже у нас воскрешается. Но смогут ли? Вообще хочется. Знаешь, что реинкарнации нет у Паши. Знаешь, что его можно как-то слить. Еще одно ТП. Ускоряет-таки Рамзеса. Рейдж. Пашу пробивает. Есть макропируем по Дайспас. Неплохо. Паша страдает. Паша-паша-таки погиб. Флай еще один Liquid Fire дал. Но, наверное, зря. Все-таки он это сделал. Да. Только время лишь потратил. И по итогу будет тут убирать. Рамзес развернулся, чтобы увести прицел с Афонина. Ну и Афонин и тут дальше добить. Смепошка здесь. Получает, правда, стан. Еще и Лил рядышком. Ставит хорошую Супернову. Рамзес пытается ее съесть. Рамзес будет кушать Супернову. И схитает-таки ее под рейджом. Замечательно сыгран Рамзес. Найс лагер. По кипу приходит Лион. Отличный подкоп по двоим. Айншел. Спрятался. В инфест. Рамзес снова выходит. Остается он здесь живых. Есть у него арметы. Можно играться. Ну и тут замес выиграют Эмпайр. Хотя Мазерстрайк на Рамзеса. Фингер Фобоса. И отличный рейдж из-под стана Паша выходит. У Паши ты еще не откатился. Реинкарнацию. Умирать ему ни в коем случае нельзя. Пошел Айс пас. Автолайф под сержем будет сваливать. Играет на арметом. Там Рейс Кинг жить будет. Неприятно. Неприятно сейчас для Полярити. Очень много они киллов отдали. ТПшек кучу потратили. А профит только в виде убийства Найт Сталкера. Это мало. Безусловно это 1-3 в итоге драка эта прошла. Но Катеринк зарабатывает имперцы. Ну что ж. И до минимума сократился разрыв у нас по киллам. 7-6 мы видим. 14 минута встреч. Пока конечно довольно ровно играют оба коллектива. Но Эмпайр за счетом своего последнего хорошего выхода зарабатывает себе 4000 голды. По экспириенсу даже больше. Около 5. Хороший задел. Это все в конечном итоге будет выражаться в первоначальных артефактах. В частности вот у Рамзеса есть Армлет. У Автолайфа совсем скоро появится Мека. Есть Раму Фэнджеланс у Скандала. Ну суппорты Мепошка и Кингер пока без артефактов. Но стоит полагать и фармить негде. И снова выход. Под смоками. Попытка напасть. А там Фобос мимо пробегал. Сам того не зная. Двух растолкал людей. Он это понял. Остановился. Но в итоге застрял. Чарльз катится через 6 секунд. За это время вряд ли кто сможет здесь убить. Все-таки не самая точная позиция для Эмпайр. Мепошка в итоге стоял на хайграунде. Думал где-то Фобоса подловить. В итоге подставился сам. Что? Теп-аут? Боже, серьезно? Он просто сделал теп-аут и ушел? Что? Как? Как это могло произойти его? Билла 3 человека здесь. Почему они не смогли его забрать? Жесть. Вот это халява для Мепошки. Он просто здесь выжил. Так, снизу. Тем временем. Рамзес, Пашу. Паш по-прежнему не откатилась еще реинкарнация. Приходит Лил Инфес. Я нужно спрятать, стоит, бежать, бежать, бежать. Получает стан от Паши. Надо вылезать. Вылезать. Рейш через 4 секунды. А стан Рейскинг потратил в хрипа как раз. И уже сюда. Команда на помощь. Подтягивается. Скандал вместе с Кингером. Но под Таверс. Вы ушли по Лярити. Стоит Вард. Все видит. Здесь еще рядом Мепошка. У Мепошки, если что, есть Даркнесс. Опасно по Лярити. Лезть в Драку. Вот именно сейчас. Вот 6 секунд. Еще нужно подождать. У Паши появится реинкарнация. Тогда можно попробовать. Драгонайт тоже с Армлетом. Есть уже Мека у Дарксира. А это вот серьезный плюс, конечно, для Эмпайр. Могут лезть прямо под Тавер. На Пашу нападают. Есть реинкарнация. Ничего страшного. Паша еще пытается Армлетом играть, чтобы выиграть по максимуму времени. Выигрывает. Сейчас будет реинкарнироваться. Скандала. Пошли пару станов. Скандал жив до сих пор. Есть Мека. Скандал до сих пор. Жив Айсбав. Скандалы не добивают. Но в это время 2 героя уже у Полярити погибли. Скандал спирит Сифона продолжает жить. Леон там умер. Ничего страшного. Убивает Пашу уже после реинкарнации. Это будет минус 3. И Флай тоже здесь загрызут. Минус 4. Приходит сюда Фобос. Но слишком поздно. Фобос сюда приходит. Вгрызается. Там где-то он тратил уже свой Незерстрайк. И будут его, конечно, догонять. Никто его не отпустит. Опенванс буквально через 2 секунды. Мипошка тоже здесь. И растоптали его. Минус 5 в размен на одного только суппорта Леона. Шикарная драка от Эмпайр. Очень много ресурсов было потрачено на убийство. Это самый Дэс Профит. Слишком оказался это толстый персонаж. С хорошим левелом. С Драма Фэншн. С кучей статов. 1200 хп. Спирит Сифон. Саленсы. Идеально для драки 5 на 5. Лучше не придумаешь. 11.8. Сейчас имперцы будут очень серьезно уходить в отрыв. И по экономической составляющей. И в принципе по следующим замесам. Потому что и артефактов сейчас станет больше. Лучше. Левела будут лучше. Ну и с моральной точки зрения. Полярится тоже. Ведь довольно тяжело играть. Два замеса подряд. Они просто-напросто проиграли. Хобос. Кингер опасно идти. Такой байт. Рамзель сюда приходит. Рэйдж. Опенбаун. Слаконина. Большие проблемы. Макропировал. Флай конечно дал. Пытается таким образом отпугнуть противника от своего мидера. Но Кингер так просто не испугает. Дэвид Фингер убивает драконайта. И Флай. Заткно тоже сцепили. Флай будет отправляться в таверну. Флай били такие. Да. И там еще и ливу накрыло. Под Сайленсом. Благополучно его растоптали. Минус три. На ровном месте. Терпят крах. Полярите уже в третьей драке подряд. Невероятно сложно играть. Замесы не получается хорошо организовать. Они их проигрывают. Не удается зафокусить каких-то коров. Да. Не прежде ситуация. Бипошка находит Пашу. Паши вновь кулдаун на реинкарнации. Потягиваются тиммейты. Нужны сейв ТП. Но в таверне сидят его тиммейты. Но только сейчас первое ТП пошло. Опен баунс. Рейдж. Паша пытается играть армитом. На развороте стану Мипошку. Мипошка. Он откинулся войдом. ВК получено уходит. Правда здесь. Рассказ неплохой. В Кингера пришелся. Есть Мека. Леона пытаются подкиливать. Леон таки погиб. Тем временем в Рамзес просто есть людей. Инфест. Флай тоже лоу ХП. Флай должен погибать. Ставится у нас в те времена Супернова. Смогут ли ее забрать? Смогут ли Рамзес под Рейджомбрель? Специально оставлять того, чтобы убить Супернову. Минус 4. И по-моему это очередной тиммайп в исполнении Тим Эмпайра. На этот раз размен на двух героев. Но тем не менее это тиммайп. Опять. Горги, Руэй выживают у Эмпайр. В частности это скандал на Дэс Профит и Рамзес на Лайфстиллере. Вновь зарабатывают нереальнейшее количество денег и экспириенса. И вновь остаются победителями в рамках данных схватки. Да. 19-10. Деньги. Деньги увеличиваются. Уже наверное в геометрической прогрессии. Да. Смотрите на эти графики. 10 тысяч превосходства на 19-й минуте. По экспириенсу 11 тысяч. Круто. Полярити нужно срочно взять себя в руки. Рискуют они таким образом, вот такой динамике, таким темпом первую карту проиграть. Не сходи, конечно, довольно серьезно. Устраивают здесь обе команды. Ну, привыкли к таким СНГ-дерби, когда с первых минут происходит какой-то экшен. Но нам все-таки хочется увидеть экшен с обеих сторон. И тогда, когда одна команда идет и как в стенку ударяется несколько раз подряд и нон-стоп умирает. Хочется увидеть, конечно, таких более-менее равноценных драк. Может быть даже с переворота. Вот, например, сейчас автолайк подставился кончиком на айс пас. Получает макропирую Незерстрайк. Будет ли он жить? Будет ли, сможет ли? Не сможет. Ну, вот так отлично подловили наглого Дарксира, который решил, что он здесь соло может мид отталкивать. Ничего подобного. Разобрали. Правда, фраг на пятерых разделили, но тем не менее. Скандал. Покупай тебе еще и его. Такой дефолтный айтем билд, при этом он невероятно силен на этом персонаже. Позволит ему еще больше жить в замесе и выйдет из огромное количества способностей. Ну, видим, что Эхо Сейба появляется у Рамзеса. С Абелькой будет бегать. 5.0.10 играет Рамзеса. Посмотрите на его, когда. 6.08. Скандал. Боже, что это за чудо-коры? С легкой линии из центрального коридора, два персонажа, не умирают. Просто недоступны сейчас для поляреца, эти блокеры. В то время как тот же Рейс Кинг трижды пылал в таверне Афонин такие четырежды. Многим больше. Ну, вот, видим, поддавливают. Поддавливают сейчас нас Эмпайр. Есть Аегис, ведьма Рамзеса, Митрилл Хаммер. Огар Клаппу скандал. Дальше в БКП пойдет. Поинт бустерами пешки, безусловно, выход в агане. ДС пытается выформить себя в ходу в Дефайнс. Что тоже круто будет смотреться. Узнаю, что там магических прокастов очень много. Джокер вот очень сильно напрягает. С такими айтемами можно просто-напросто на хайграунд подниматься. Ну что, и урон в принципе этого рамта есть. То есть экзорцизм всегда в почете, был и будет. Активируем и вперед бой. Фобос. Ну вот Огар Клапп себе приобрел. Понял, наверное, что БКП собирать не сможет. Купил себе робы. Возможно какой-то плейтмейл в будущем собрать. Ну то есть не получил того хорошего старта, такого буста, благодаря которому он смог нафармить себе крутой какой-то айтем сразу. Сейчас ему тяжело что-либо хоть собрать. Так, атака пошла на пашу. Есть Void. Так, разминает его по хп. Приходит Афонин, форум брожал, амипошку вгрызает. Что дальше? Айспас. Вакуум пошел под стенку. Шикарно получилось. Минус 2 моментально. Реинкарнация, правда, есть еще у Рейс Кинга. Ставит Супер Новую, ее никто не бьет в этот раз. Но Фобос один. Так, Паша ожил. В Кинге Растан зарядил. Вместе с Лилом его забрали. Там терением съели Драгон Найта. Он остался без помощи. Лил. Потратил абсолютно все. И Супер Новую Кару знает. Должны его здесь забирать с помощью Спирит Сифона. Юзает стики. Лил. Лил. Жить бы надо как-то, но не получается жить. Погибает он. Ну и в то время Ластилер спокойно еще и Спирит Брекер закрылся. Это не Тимбайп, конечно. Все-таки Рейс Кинг выжил после реинкарнации. Однако четырех героев потеряли в размин, опять-таки, на одного Леона. И Аегис не потрачен был. Ну что ж, и прямо уже дальше по Тир-4. Вот туда, чтобы вот прям закрепить свое превосходство. Импайр уже не чувствует оппонента. Они идут туда, куда они хотят идти. Никто их при этом не остановить не может. И продолжает грызть. Теперь уже грызут они не только героев противника, но и бараки. Настроение моментально. Ментально падает в Полярити. Ну, время, наверное, включить какие-то байбеки, показать, что байбеков нет. Ну, без денег Полярити сидят. Драки не выигрываются, конечно. Откуда этим деньгам бы взяться? Ну и посмотри, четыре героя. Четыре героя Эмпайр в топе по Нетфорсу. Даже Найт Сталкер, герой, который в первой ночи, мы помним, да, играл 0-2, потому что там не самым удачным образом выходил в ганги и так далее. Сейчас имеет четвертый Нетфорс, обходя даже керри противника. Вот, может быть, сейчас его как-то наказать. Незер Страйк, вцепились, вгрызлись, есть Урн оф Шаррелс. Слишком быстро, не понимаешь, как еще и Даркнесс, в случае чего имеется. Но вот так вот поджечь его, поджечь Сан Рэйм. Как же он быстро бегает, 450 мм спида. Не поймать. Единственный дизейбл, который был, это Незер Страйк, они потратили. Дальше он просто на своих двоих убегает. Ну, появился, конечно, и БКБ уже из скандала, и Пайп совсем скоро появится у Автолайфа. Знаете, Сталкера что-то у нас с Аганимом. Ну, в общем-то, смотрите, Аганим готов. Да, Аганим вообще ставит такую жирную точку на возможностях полярити в плане занятий, вот, территориального преимущества, там, создание спейс-суппортами и так далее, какие-то же внезапные канганы. Потому что сейчас вот-вот Вижн, которым обладает Найт Сталкер, под Аганимом, по кровам ночи, он, ну, он просто какой-то невероятный, 1800. При этом у героев полярити там 675 остается, то есть они чуть ли не в три раза меньше в радиусе видят, чем этот самый Найт Сталкер. Ну и, конечно же, Гем. Гем теперь говорит нет всем вардам, которые могли бы появиться у полярити. Тяжко! Тяжко будет выбираться с такой ситуацией полярити. Слишком все плохо, артефактов очень мало, лывала слабенькие, когда страшные, сторону потеряли. В общем, все пока идет к тому, что импайр должны будут первую карту выигрывать, но... Что такое вообще? Заклятие рту-тыбичи. Что это так, как выложил тут на Стаса? Окей. Всегда есть возможность, конечно, камбэкнуть. То есть, в чем суть? Суть в том, что есть у них потрясающий герой такой, как Феникс, для замеса 5 на 5. Всегда можно очень качественно выдать проказ Джахиро. Но Рейс Кинг имеет все же, как ни крутить две жизни. То есть, есть чем носить урон, есть чем сдерживать замес. Но только нужно просто идеально исполнить. Получится или нет? Пятерка, полярити здесь. Драгонайт форму прожал. В Рамзеса можно как-то попытаться вгрызться. Рамзес выживает, ходит на безопасную дистанцию. И пошел вакуум. Вакуум с стенкой, безусловно, Джахиро уже падает. Ставится Супернова, которую скандал пытается пробить, но только он один. Супернова здесь... Ее не дается убить. Ну, малыми потерями мы делали с полярити. Экзорцизм. Сейчас закончится. Бараки все еще стоят. Жить можно? Можно жить, можно играть доту. Да, и ПР, скорее всего, даже отступит. Удалось. Удалось прогнать противника, не потеряв при этом сторону. А значит, все еще в этой игре может произойти. Да, может быть, конечно, я и с лишним тут нагоняю хайпы и пытаюсь создать интригу. Вы со зрительских своих мест, скажем так, видите всю ситуацию так же, как и я. И прекрасно понимаете, что шансов полярить ничтожно мало, но пока, как говорится, стоит трон играть можно. И это доказывали неоднократно наши СНГ команды. Есть тут парочка игроков, которые против мега-крипов довольно удачно играли в свое время. Конечно же, это товарищ Фобос Лил. Они-то, как никто другой знает, как никто иной знает, как это сражаться против снесенных строений, снесенной базы. Ну, Блэйд Мэл, тем временем, появляется у Паши Фобос, вот Эхо Сейба, вот через такой айтем он решил выйти. Ну, не стал там БКБ, ну, то, что БКБ был, не собрал, денег не хватает, очевидно. Там Блэйд Мэл тоже решил не делать, ну, вот решил, что Эхо Сейба. Надежда на то, что пассивка будет прокать, что он будет без конца ее использовать. Точнее, она будет использоваться сама. И какого-то героя, возможно, он не выпустит из Дизейбла. Ну, наверное, такой план. Интересно. Ну, Флайд артефактов нет, стесналил, купил себе Хенд оф Мидаса, и он вообще самый-самый сторонник того, чтобы эту игру затянуть. С Мидасом-то хочется, конечно, на минуту 50-ую игру эту отдалить, скажем так. С Мидасом можно будет там и айтемов подокупить. Потому что пока, конечно, Феникс хоть и имеет ТВ-11, однако даже его дэмэдж, при том, что Супернову там никто не трогает, он ничтожно мал. И выигрывать замесы довольно сложно. В очередной раз просто удивляемся тем набором артефактов, что есть уже у Эмпайр. Ривер появляется тем временем у Рабзеса после Сен-Жан-Яши. Плейт Мэл у Скандала. Линза есть у Кингера. Ну, Пайп мы видели. Тут Плинтайкера не хватает, разве что я верну тарксиру. Ну и ждут появления следующего Ворошана. Конечно, с Айкисом куда проще, сходить на хайграунд, драться и сносить бараки. Это мы тоже прекрасно понимаем. Поэтому ждем. Напомню пока, дорогие друзья, что это не конец всей встречи, не конец сегодняшней трансляции. Это Best of 3. Только первая карта, соответственно, будет и вторая, возможно, будет третья. Все еще может быть. Найк залез тем временем в Гранитного Голема. Пошел Афонин. Айспас. Скандала пытаются очень быстро ее сломать. Ну какой же вакуум за стенкой-то? Ай, еще и подкоп по-троим. Ставится Супернова, вгрызается в нее весь коллектив Эмпайр. При этом также упал еще и Дракон Найт. Джакир, попутный Рейс Кинг тоже у нас отъехал. Ну, есть у нее реинкарнация. Воскрешается и после Воскрешения тоже его убивают. Ну что ж, выигранный замес без шансов от Эмпайр. Полярти в очередной раз проигрывает Драку в ноль и соглашается с поражением первой карты. Один, ноль. В этой серии Эмпайр ведут. Ну и показывают Эмпайр, что они, в общем-то, эти самые две недели после окончания квалификации на Ванилы Мейджор не просто там где-то на пляжике лежали, да, и отдыхали, а то-то. Тренировались, тренировались ребята, оттачивали свое мастерство, оттачивали индивидуальный скилл, оттачивали взаимодействие командное. И это они продемонстрировали. О чем можно судить по окончании этой карты, по результату и, конечно же, по КДА, которым обладают, например, Рамзес Скандал. 10.0.13 скандал, Рамзес 7.0.15. Шикарное, конечно, исполнение этих героев. Ну и полярить сейчас нужно будет сделать, наверное, максимум из возможного, может быть, даже больше, чем максимум, чтобы попытаться как-то одолеть Эмпайра второй карте. Получится или нет, мы узнаем совсем скоро, дорогие друзья, поэтому рекомендую вам никуда не уходить. Где-то параллельно на дополнительной вкладочке, например, вашего браузера, открыть трансляцию на VioG, на, напомню, hitbox.tv.ruhub, смотреть там игру, и потом, конечно же, также возвращаться сюда на вторую карту. Для вас сегодня работа адекват, Ruhub, никуда не уходите, скоро вернемся в прямой эфир. Продолжение следует...